Всех приветствую, у нас Wall Street Online, как обычно в пятницу в 20.00, по той же ссылке проходим и рассматриваем основные фьючерсные рынки, тем более у нас сегодня особенный Wall Street Online, подведение итогов и рейтинга трейдеров и контракта сентябрьского. Ну и рассмотрим последствия отчета по Фомке и проектировка сценариев на следующую неделю. Так, давайте начнем с новостей. Итак, на следующей неделе по отчетам по экономическому календарю у нас интересный день будет в среда, отчитывается практически весь евросектор. Ну, здесь особенное внимание нужно уделить индексу деловой активности в производственном секторе и Китай также по этому индексу отчитывается, тем более в последнее время очень сильно нашумели по поводу Китая, так как экономика достаточно просела чуть-чуть. Ну, как бы следят очень активно за ситуацией, особенно в производственном секторе. Также будут интересны отчеты по Германии, также это в среду. Ну, и общий индекс по евросектору также. Значит, в четверг отчет по Международным резервам Центрального банка Российской Федерации и Штаты. Вот из важных сессий, которые будут на следующей неделе, это пятница, ВВП, второй квартал, отчитывается, и в четверг Jobless Claims. Ну, с их безработицей мы уже знакомы. И, ну, так как Елен постоянно на пресс-конференциях указывает на ослабление экономики, либо же появление каких-то новых рабочих мест, за этим показателем очень внимательно следят финансисты. Вот, поэтому в четверг, пятница может быть вторая волна тренда, который сформируется, уже формируется на американском рынке. Ну, и, в принципе, по фьючерсам в целом. Вот так вот по отчетам и новостям. Ну, и самое, наверное, всем интересно, это рейтинг трейдеров. Напомню, что в начале сентябрьского контракта мини-бонус тем, кто займет лидирующие места по бирже Фордс и ЦМЕ. Значит, единственное были, как бы, такие условия, это, ну, адекватная торговля. Плюс, ну, из рейтинга, в рейтинг не принимаются трейдеры без ника. То есть, если отображается непосредственно логин, аккаунт, волфикс, ну, как бы, не участник. Ну, вот, собственно, вы видите за период сентябрьского контракта рейтинг по ЦМЕ. Значит, первое место Пират занимает с большим количеством сделок, причем 300 прибыльных и 400 неприбыльных из этих 700. Вот, я как-то упоминал, что трейдеры, которые заключают сделки минуты в открытии биржи, также эти сделки не будут учитываться, поэтому сегодня будет оглашен рейтинг, и, в принципе, трейдеры, которые заняли призовые места, ну, там, буквально вторник-среда, будет уже официально на сайте выложены списки, причем также будут списки за контракт по остальным инструментам, отдельно там по евро, по золоту, по СНП, по РТС, по рублю, то есть, ну, в общем, нужно, страна должна знать свои таланты, вот. Ну, вот по ЦМЕ Пират, Рюрик, третье место снова Пират, Мешкомет, молодец, наше зло. Шестое место Комета, седьмое место Life is so short. Вот. Обратите внимание, достаточно немного сделок трейдеры открывали в течение контракта, ну, некоторые очень активно спекулировали, но вот серийность неплохая у наше зло, и у Рюрика 33 сделки и 21 положительная. Это неплохо. Потом Саня, тоже хорошая серийная, 72 сделки, 48 плюсовых, так держать. Девиль, 5 сделок, 3 плюсовые, и этот аккаунт, с которого сейчас идет трансляция, тоже 24 сделки, 12 плюсовые, 50-50, серийность, ну, десятое место. Вот. Значит, это по рейтинг по ЦМЕ. Далее. Фордс, российская биржа. Отчет подгружается. Кто недавно присоединился к нам, здесь учитываются сделки на любых инструментах, которые торгуются непосредственно на этой бирже. До этого был ЦМЕ, то есть, Еврик, S&P 500, все инструменты, которые в ЦМЕ торгуются, учитывались суммарно. Так. Нанотек. Недавно появился в рейтинге, но уже впечатлил своей торговлей. 18 сделок, 16 плюсовые, отличная серийность. Ну, в принципе, без вопросов, первое место. Еще раз. По поводу уже окончательных решений, будет приниматься на следующей неделе. Рассмотрятся все лидирующие позиции с точки зрения нарушений. Если нет нарушений, то призовое место с вами остается. И вы, естественно, получите подключение к платформе, соответственно, тому, какое место заняли. Rixos, 109 сделок, 56 плюсовые, 53 мимо кассы. Как-то были там, вроде, некоторые сделки достаточно... Ну, с вопросом... Дело в том, что 18 число, там все равно сделок нет. Поэтому можно включить 15, и будет то же самое. Если там не торгуется контракт, то без вопросов. Третье место. Max. Тоже радовал хорошими сделками. Неплохая серийность, 167 сделок. Всего закрыто 110 с положительным результатом. Неплохо. Серийность отличная. В принципе, мистер Алекс Рус. Четвертое место. Немножко не дотянул до третьего. 1168 сделок. Это много. Это очень много, но... Представляю, какие там комиссионные... BNW 063 порадовал сделками. Есть хорошие, очень даже... Так что... 192 сделки, 114 с положительным результатом. Пятое место. Заслужено. Аккаунт SON2. Наверное, отдельный такой Оскар с симпатией. И вообще было интересно, как происходило сражение на индексе РТС. Ежедневно, безбожно... Ну, я советую, кому интересно, посмотрите непосредственно на графике сделки. Абсолютно не давали покоя этому инструменту. Есть на что посмотреть. Вот. Немного не дотянули до призового места. Ну, достойным. Сражались достойно. И, в принципе, закрыли контракт в плюс. И это... Хорошо. Киберфон. Тоже вот. Седьмое место. 223 сделки. Риксос. Восьмое место. Еще на одном аккаунте занял. И... Кэжуал. Он же... Трейдер 33. Девятое место. Ну, в десятке два места. Это уже хорошо. Круто. 111 сделка. 78 плюсовые. Инвест. Тоже, вроде, недавно... Либо редко открывают. Но, судя по всему, редко. Трейдер 36 сделок всего. Значит... Значит... Затем идут два аккаунта без имени, без ника. Поэтому они... В тени. Карлос. 44 сделки. 39 положительные. Отлично. Так, держать. Сергей. 343. 29 сделок. Но это уже пошли... Те, кто за десяткой. Ну, в общем... Вот такие победы. Всего принимало участие порядка... 140 трейдеров. И... Из 140 трейдеров... Почти 60... Даже 61... Закрыли... Три месяца в плюс. Радует. Так что... Процентность не такая... Высокая, как... На Форексе. Практически половина трейдеров... Справились... Задачей... В этом контракте. Так... Ну, давайте еще немного... Ой... Не то нажал... Сейчас... Отдельно по некоторым инструментам... Тех, кто действительно... По S&P... Мы сейчас возьмем... Евро... Ну, основные... Популярные инструменты, которые... Торгуются... И... Где более активно открываются позиции... Так... Значит... По S&P... За сентябрьский контракт... Рюрик... Первое место... Хотя в общем зачете он... На втором... Поэтому... Тут... Бесспорно... Наше зло... Я даже не сомневаюсь... Восемь сделок... Всего... И этого вполне хватило... Шесть плюсовые... Комета... Тоже... Свои... Карлос... Два аккаунта... Причем... Ни одной убыточной сделки... Нужно посмотреть... Меня... Это заинтересовало... Этот аккаунт... Восемнадцать... Сделать десять плюсовые... Ну... Можно было и лучше... Но... Старался... Хализов... Недавно... Только появился у нас... Но уже... Вот на седьмом месте... За контракт... Поздравляю... Третий аккаунт... Карлоса... Тоже... 250 сделок... 200 плюсовые... Круто... Причем... Сколько... Наверное... Полгода... Прошло всего лишь... Или даже чуть больше... После профкурса... Уже так... Справляется неплохо... Саня... Девятое место... Тоже хорошая серийность... В принципе... Практически у всех... Серийность неплохая... Вот... У... Хализов... Немножко так... Мало... Плюсовых сделок... Но... Судя по всему... Достаточно неплохо... Сопровождает позиции... Надо посмотреть... Честно говоря... Я даже... Не обратил внимание... На этого трейдера... В течение... Лета... В течение... Так... Бенджамин... Студент еще... Еще раз... Получится... Так... Ром... Один из сделок... Шесть плюсовые... А... Отлично... Американец... Еще... Какая-то... Не закрылась позиция... У него... Что-то там висит... BMW... Здесь тоже фигурирует... И... Давайте посмотрим... Теперь... РТС... Отдельный РТС... Сентябрьский контракт... Nanotech... Ну... Здесь... Первое место... Бесспорно... 17 сделал... 15 плюсовые... Супер... Значит... Я вам покажу... Один... В общем... Мало кто пользуется почему-то... Но... Если в рейтинге нажать на... Трейдера... То откроется окно с его сделками... Которые отображаются на графике... Сейчас... Так как период достаточно большой... И... Нужно достаточно много графика подгрузить... И... Плюс еще наложить сделки... Поэтому... Это может буквально... Минутку занять времени... Но я думаю... Вам будет интересно... Как получилось... У Nanotech... Накосить столько... Прибыльных сделок... Самое главное... Вот те кто... В... Первых... На первых местах... Это... Сделки без... Убыточной пирамиды... Желательно... И без сильных просадок... Ну тут... Есть хорошие сделки... Есть с большими просадками... Сейчас вам... Вот такое окно отображается... Появляется такой вот модуль... Ну просто график... За период который вы укажете... И на нем все сделки этого трейдера... Ну в общем такие... В общем... Основную часть... Это на... Трех продажах... Я так понимаю... Даже четырех... Но с большими просадками... Ну... Вот... Так вы можете практически... Всех трейдеров... Посмотреть... Проанализировать... Также можете... Коннектиться... К его торговле... И... Сделки будут дублироваться... Либо там... На счете... Который вы укажете... Либо на реальном... Либо на виртуальном... Вот... Также уведомления могут... Приходить вам... И на почту... И в принципе... Пока платформа... Включена... Звуковое... Ну... Визуальное... Звуковое уведомление... Об новых сделках... Так... Макс... Четвертое... Микстер... Алекс Роза... Был... Третье место... 611 сделок... Большая активность... Также еще студент... Но уже вот... Такое вот может... Насчет количества сделок... Надо будет обсудить... С Алексом... Макс... Вот так вот... Совсем недавно... В... Чартах... Фигурирует... Практически... Каждую неделю... И... Вот... Четвертое место... Я думаю... Заслужено... Сайберфонд... Это... Старичок... Еще... Тот... Трейдер... Так... 80 сделал... 30 плюсовые... Но... Пятое место... И вот... Не покладая рук... Весь контракт сражался... За... Первое место... И... Все равно... Победа есть... В первой десятке... За... По РТСу... Есть на кого равняться... Отдельное внимание... Риксос... Еще один аккаунт... Седьмое место... Два аккаунта... Без... Три... Без имени... И Сергей... Триста сорок три... Тоже в 29 сделок... И... Одиннадцатое место... Вот такие... Результаты... Давайте еще захватим рублик... Еврик... И... Начнем обзор... А вот где... Сайберфан постарался... Это... На рубле... Тридцать шесть сделок... Тридцать шесть сделок... Одиннадцплюсовые... Потом идет... Неизвестный трейдер... Тоже мало сделок... И... Кэжуал... Вот здесь вот... Оторвался... Кэжуал по полной... Девяносто восемь сделок... Сорок четыре... Плюсовые... Третье место... По рублю... Оно того стоило... Было на что посмотреть... Карлос... Четвертое место... Я думаю... Вы уже привыкли к... К его нику... Практически каждую неделю фигурирует в рейтингах... В принципе... И... Как студент он достаточно... Серьезно подходил к вопросу... Все задания выполнял... Там статистики нужно было собирать... Невероятное количество... И он ее всего собрал... И даже в отчете все... Я даже удивлялся... Насколько серьезно человек подходит к делу... Поэтому... Посматривайте за его сделками... Там есть чему поучиться... Алекс Рус... Пятое место... Еще учится... Еще один... Счет Карлоса... Появился поляк... Странно... Я не наблюдал его... В течении 3 месяцев... 29 сделок... 15 плюсовые... Мишка Мед... Также старичок... Одной сделкой... Закрыл контракт в плюс... Парадис... И... Неизвестный трейдер... Снова... БНВ 0.63... Хорошая серийность... Так держать... Хоть и... Небольшое количество процентов... По итогу... Но серийность... Это... Наверное... Серийность... И... Просадка... Точечная просадка... По позиции... Очень важна... Потому что если трейдер... Пересиживает достаточно крупные... Убытки... Это не... Нехорошо... Один раз повезет... Второй раз повезет... На третий раз может быть... Достаточно печальная ситуация... Еврик... Фьючерс... На эту пару... У нас... Пока... Подгрузить надо... Так... Пират... Первое место... Двести... Двести сорок сделок... Мишка Мед... Второе... Вот... Вот где Мишка... Мед... Сражался... Этим на Еврике... Девиль... Хорошая серийность... Пять сделок... Три... С результатом... Положительным... Мик... 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 51 сделка... И 18 плюсовые... Только... Странно... Наверное... Достаточно долго держал позиции... Ммм... Новый... С хорошей серийностью... Достаточно... Джей... Ти... 25... Ой... Такие иногда некие придумают... Гендальф... 12... 86... С 11 сделок... 8... Попадание... Отличное... Ну и там идет Дизель... Пайпер Трейд... И остальные... Сейчас посмотрим... Фунтик... Буквально... Первые пять позиций... Ну здесь как видите... Не... Трейдер сражался... И... 11... 12... Закрыли... В... Плюсе... Life is so short... Фигурирует... В первой десятке... По... ЦМЕ... Если не ошибаюсь... Снова... Карлос... ATP... NGG... Пайпер Трейд... И Юра... Ну... В общем... Вот... Такие успехи... Из инструментов... Вроде... Все... Так... Ну что... Начался новый контракт... И достаточно с интересными... Сценариями... Фомка... Хорошенько так... Всех встряхнула... Вот... И... Будем разбираться... Что с этим всем... Делать дальше... И... Чего ждать... На что... Ориентироваться... Итак... Начнем с... С... СНП... По традиции... Пока... Буквально... Вот... Первая... Неделя... Контракта... Будем... Накладывать... Котировку... С прошлого контракта... Уровни... С сентябрьского... И... Ориентироваться... Относительно них... Что... Куда пытаются... Расширить цену... Значит... Вот... Такой был... День... Очень... Ликвидный... И... На... Продажу... Причем... Основные объемы... Сконцентрировали... Как раз... Вот... В диапазоне между... 2000... И... 1990... Вот... Вот... Это... Вот... 10 баксов... Вот здесь... Как раз... И... Насорили там... Объемом... Крупненькие... Получилось... Еще... Один раз... И... Фом... Как раз... Под эту... Тему... Еще... Вынесли... До... Самых... 2000... Всех... Он был... В... Шортах... Значит... Также... Нужно... Выделить... Потенциальную... Поддержку... Ну... Для таких... Более... Позиционных... Среднесрочных... Ориентиров... Значит... 19... 21... 19... 34... Вот... Эти 13 баксов... И... Эти три сессии... Они... Одни из самых ликвидных... В прошлом контракте... И... Еще три сессии здесь... Формировали уровень... Поэтому... Вот этот диапазончик... Потом... Тут две сессии... Пытались... Поддержку... Осилить... Здесь две... Ну... И... В принципе... Пробитие... Вот этого уровня... Будет одним из первых критериев... Укреплению... Нисходящей динамики... Хотя... Как бы... Слухи ходят разные... И мнение у всех разное... Пока... Вот... Не поменяют процентную ставку... Мыльному пузырю... Дали зеленый сигнал... Дальше на рост... И... Припомнится мне... Когда-то... Либо год назад... Либо... Да... Скорее всего год назад... Также перед... Декабрьским контрактом... Мы упоминали... Двух тысяч... Две тысячи триста... Уровень... Будет СНП... И затем будет... Такая... Затяжная корректировка... То есть... Скорее всего как раз... Под... Выборы может дотянуть до этого уровня... Но пока... Не подняли процентную ставку... Хотя тоже есть сомнительные... Есть сомнения по поводу... Насколько сильно повлияет на динамику СНП... Повышение процентной ставки на 25 сотых... И... Не так уж и существенно вроде... Двадцать один три четыре... Ориентир поддержки... Так... Будет на... Среднесрочные и позиционные... Ориентиры... Далее у нас получается... Все крупные позиции... Были вот на вот этом волатильном процессе... Который как раз в конце... Августа сформировали... И... Этот уровень удерживали... На протяжении... Последних вот... В начале сентября... Да... Там три сессии... Как раз... Был решающий момент такой... Значит... В принципе... Если... На следующей неделе... Потихонечку... Со всеми... Маневрами... Начнут... Толкать цену... К двум тысячам... Скорее всего... Будут... Пытаться еще... Продолжить рост... Но... Кстати... Хотел показать... И... Чуть-чуть-чуть... Не забыл... Если просмотреть на... Срезе... Одного года... Сейчас... Подгрузится данные... А то... Сейчас... Надо дату выставить... Здесь интервал... На неделю... Так... А... Даже не одного года... А двух... Вот... Надеюсь... Вам хорошо видно... Давайте я сделаю чуть-чуть светлее бары... Вот так выглядит... СНП... За два года... Корректировка... Вот такие... Маневры все... Сильнее и сильнее... То есть... Судя по всему... Напряжение... Уже на финансовом рынке... По поводу... Там... Корректировки... СНП... Все... Жестче и жестче... И... Как раз... Вот эти... Маневры... В конце... Августа... Пришлись... На... Вот этот... Достаточно... Ликвидный... Период... Где формировали... Как раз... Закупку... Дальше... На... Вот здесь... Поддержку... Отметим... Здесь также... Долго-долго... Стояли... Еще... Вот... Где-то... Весной... 2014... Поэтому... Три восьмерочки... Мы... Выделим... Для ориентира... Ну... Это... Глобально... Так... Достаточно... По... Целям... Три восьмерки... 18.42... То есть... Ликвидность... Как видите... Такого же... Класса... Вот... 16 миллионов оборот за неделю... И... Здесь тоже 16 миллионов... Больше за два года... Нигде такого всплеска активности и ликвидности не было... Вот... Поэтому... Уйдут ниже... Данного диапазона... Это уже... Такой... Существенный триггер... И подтверждение... 21.20... И чуть выше... Там... Буквально... Еще 5-10 баксов... Плита... Прям... Сопротивление... Здесь... Практически все сессии... Которые подходили... Вот... Одна такая самая... Плотная... Но с малым объемом... Возьмем... 21.00... По... 21.20... В качестве... Стратегического сопротивления... То есть... Могут прийти до... 20.65... Попрощаться... Уйти... Но если... Начнут идти выше... 21.20... То... Это уже... Не продажи... И... Нужно аккуратнее... С... Шортами... Это само собой... Ну... Если... Ну... Где-то вот... Ближайший месяц... Толкнут выше... 2000... Скорее всего... Мы... Увидим... Повторный сценарий... Вот... Наверное... Точь в точь... Как... Было в конце... 2014... Так... И... Под Новый год... Можем оказаться... Где-то... Небудь... На... 21... Ой... Даже не 21... А... 2200... Вполне могут отыграть... Такой сценарий... Но... Модель... Немного... Другого характера... Здесь... Ушли... С поддержки сразу... То есть... Набросали кучу объема... Создали сильный спрос... И... Буквально за пару сессий... Оказались на максимуме... Здесь... Уже 4 сессии... Ну... Включая... Переход... Смену контрактов... Можно... Конечно... Скосить... Именно на этот... Момент... Но здесь... Немножко не задержались... То есть... Поэтому... Аккуратнее... Так... Возвращаем... На исходную... Настройки... И... Продолжаем... Так... Так... Ну... Здесь уровни ясны... В принципе... Тут ничего сложного... Открытый интерес... Практически... Вышел уже на рабочий... Уровень... То есть... Ну... Он на рабочем уровне... И... Тут уже... Сегодняшняя сессия... Окончательно... Уже... СНП... Полностью активный... И... Количество... Вернее... Показатель электрического интереса... Как раз стоит... Подтверждает... Так... Классер чарт по СНП... Последние... Сессии... Итак... Возьмем... Тоже склейку контрактов... И... Отдельно... Посмотрим на... Сейчас... Угу... И... Этот... 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 Как видите... Сегодня... Минус... 26 тонн... За селлерами... Минус... 43... И... Такие... Топовые... Были... По 98... 85... Причем... 16... Были... На покупках... 17... Вроде... Происходили... Достаточно... Серьезные... Колебания... На рынке... Но... Минус... То есть... Практически... Нулевая дельта... То есть... И тех и других... Было порвано... Сегодня... Отрицательно... Ну... Вот там... На минимуме... Вроде... Пытаются сражаться... Байеры... Ну... Пока... Это еще не показатель... Если... Будут... Поддерживать... Выше... 19.20... И... Сейчас... Отметим... Этих... Не... Не... А... Активных... Байеров... Которые... На самых... Ликвидных... Сессиях... Потом... Тоже такой... Плотный... Диапазон... Активности... Байеров... 19.40... 19.30... То есть... Если... Очень... Агрессивно... Начнут... Поддерживать... Как раз... На первом уровне... Либо на втором... Вполне могут... И... Не дать продажи... И всех... Как говорится... Оставить ни с чем... Поэтому... Аккуратнее... Если в шортах... Стоите... Дело такое... Но за этими... Поддержками... Стоит... Понаблюдать... Ну... Сопротивление... На ликвидной сессии... Было... 20.32... 20.48... Тут... Однозначно... Загрузка на шорт... И здесь уже... В попыхах... Как раз... Эти уровни... Протестировали... И не пустили выше... 94... По 20.10... Кстати... Кто наблюдал... За... Происходящим... Как раз... 20... Ну... В девятом часов... На СНП... Там... В самом последнем тике... Давайте я уже... Продемонстрирую... Был... Такой... Момент интересный... Уже как раз... Текапи champions... Поехали... kil Silent! Продолжение следует... Кругом голова шла. Лучше в такие новости вообще не лезть в рынок. Потому что много историй, как... Легко потерять можно, особенно если с плечом открываются позиции на таких маневрах. Очень легко можно остаться с Морженковым. В принципе, это рисковый период. Лучше переждать. Причем, я неоднократно уже упоминал, что когда вы заключаете контракт с брокером, там указывается, что он не несет ответственности за качество выполнения сделок в такие-то моменты. Открытие биржи, закрытие и выход важных макроэкономических новостей. И, в принципе, какие-то там форс-мажорные новости. Это сразу его защищают от ответственности. Ну, я думаю, вы уже на своем опыте. Да кто ж такие фильтры поставил? Вот, смотрите, когда вышла отчетность. На самом крайнем тихе 1282 контракта разместили. Ну, я думаю, вам график видно. Если нет, то давайте сделать светлее. Так точно увидите. На самом... Ну, это просто Unreal. Причем, Hide and Ticks я специально отключил, чтобы не было мнений о том, что это... Потом здесь еще... На этом же уровне, на этой же цене 1200 контрактов. Ровно 2000. Абсолютно лень, похоже, было даже изменять цифры в терминале, что там 2025. Просто ровно 2000. Я уже не удивляюсь, конечно, но вот вам хотел показать. Такие вот есть казусы на рынке, которые остаются всегда с вопросом. Да-да, стопики вполне могли быть, но такого масштаба это наказали кого-то достаточно крупного. Так, и выделим основные диапазончики, которые могут пригодиться для спекуляции. Так, S&P за эту неделю. Напомню, что вы можете использовать в классе Profile таймфрейм второго уровня. Если на 15-минутном интервале смотрите Market, то советую ставить таймфрейм 2 Day. Вот, к примеру, как сейчас выглядит. Можно второй таймфрейм делать прозрачным, и он не сильно мешает. Надеюсь, вам сейчас тоже не мешает. Так, из любопытного 4 сессии практически тянули котировочку все выше и выше. Причем, особенно мне удивилась среда, закрылись на максимуме. Вообще, даже никто про продажи не думал. И потом открывается Америка, прямо с этого максимума опять уходит на покупку и опять закрывает на максимуме. Причем 2 дня подряд. То есть, такое ощущение, что до четверга у них про продажи даже не было и мысли. Поэтому, то, что сейчас пятница там еще как-то закроется, это еще, я думаю, не завершение представления, которое мы после Фомки наблюдаем. Поэтому, на следующей неделе, понедельник, вторник, уже будет более прозрачная картина, куда будет толкать цену. Ну и сам маневр на Фомке. Здесь, в принципе, и сформировали основную часть ликвидности. По этому уровню сразу берем как ядро недели, то есть, основной диапазон. И дальше уже идет понедельник плюс вторник. Вот здесь была закупка на дальнейшее движение на бай. И 39,5 на 46. Возьмем такой диапазончик. Тут 2 дня, здесь 2 дня. И пятница плюс вторник. Вот как бы так не особо сочетается, потому что вторник был на рост. А пятница тут у нас висит в боковичке таком странном. 61. Вот это ядро пятницы мы выделим отдельным. Не, 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 не. Вот так. Вот так. 54 по 61. Вот эти 5 баксов достаточно плотненького. И объемненько проторговали. И будем следить, как понедельник относительно этого уровня будет плясать. Ну, агрессивный шорт на евро сессии. И на 64 по 76. В принципе, на любом из этих уровней спекулятивно вполне могут опять выступить селлеры. Но если, если понедельник, вторник практически незаметно даже, то есть для него это будет абсолютно пустое пространство, пройдет этот уровень и начнет укрепляться на 19.80, то вполне могут толкнуть и за 2000 на неделе. Ну, вот по ощущениям до ВВП, пятницу ВВП на следующей неделе, я думаю, они будут устраивать просто кошмарик. Их целую-целую неделю будут либо туда-обратно возить в течение, ну, как раз в этом коридоре 19.40, 19.90. Ну, про то, что пойти вниз, это мы как бы даже не обсуждаем. То есть, пока вот две сессии падают и хорошо. То есть, если поддержку пробивает одного уровня, второго, все, значит, и слаживается. Поэтому я особо и не акцентирую внимание на шортах. Ну, экономика там уже давно должна была уйти в шорт, но пузырь-то тянут манипулятивно. И на достаточно очевидных уровнях продаж или же покупок они стараются устраивать представление. И это под фомпу еще в пятницу ВВП. Поэтому возможны сценарии и на покупку. Поэтому нужно быть готовым к хорошим, но и плохим. Так, ну и контрольные точки. Тут прямо уж на 2008 кто-то объемненько зашел. И там поставьте для себя, для ориентиру, что там все-таки объемы были. Вот такая сетка уровней. Идем на бегло просмотрим, сейчас пробежимся по европейским индексам. Значит, FUSX. Тоже склейку двух контрактов возьмем из сентябрьского. Значит, на месте вот уже 3155 с конца августа котировочку выделим. Это основной диапазон, экватор. Пока будет болтаться в нем, ситуация будет туманной. Объемно размещается вот в районе 3155-3144. В принципе, ликвидность как раз на этой сессии повышенная. И реакция на те объемы в понедельник-вторник уже будет сигнализировать о намерениях. Жестко ушли с четверга, причем практически не было даже времени особо по одним и тем же ценам не перекрываются сессии. И сопротивление 32, 75, 33, я думаю, очень видно. Тут по большей части 3 сессии, которые сформировали массив здесь и выбрасывали по стопам раза 3, наверное, уже. Поэтому вполне может быть, может быть и продолжение, но оно у них тянется уже с июля. Да, с июля. Как ушли они? Нет, 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 с начала августа, да. В июле не пробовали, вернулись, потом объемно дозатарились и рванули на 3000. Ну, могут еще протестить 31 спокойно, тут немножко подумать, и там уже будет окончательно ясно. Но, как видите, ликвидность не так часто повышена, идет на FESX. И такие сценарии были уже похожи, вот здесь тоже крупный объем выбросили на самом минимуме дня. Потом вот такая корректировка, она выбросит. Если есть сценарий на продажу, то будут выбрасывать, ну, те, кто надолго зашли на шорт, могут даже вернуться на 32-32. То есть тут, ну, опять же, пока будут в этом коридоре болтаться, а это может как раз до пятницы продолжиться. В пятницу штаты считаются по ВВП, ожидают на одну десятую больше, чем предыдущий квартал, но нарисовать могут все что угодно. Это DAX. Основной массив он уже оставил позади, 10-120. Сопротивление, вот к разу в районе 10-275, 10-335. Отработали четко. Тут две сессии даже не пустили на тик выше. Тут раз селлеры, два селлеры, три-четыре. Выбросили уже позиционно. И здесь попрощались среда и четверг с этим уровнем. Последние, вернее, не последние, а такие контрольные уровни поддержки, пробили. И, ну, самый вот последний блокпост это 97, даже 98. Ровно 98 возьмем по DAX. Это последняя надежда на возможное восстановление роста. Ну, если будут и ниже этого, тогда уже все ясно. Так, этот уровень уже пробили. И основной диапазон, который 99.30-99.60. Сильный, сильный шорт был на DAX. И тут порядка недели, может, даже больше формировали модель на шорт. И защита селлеров была агрессивной. Так, теперь у нас РТС. Сейчас немножко цвета надо другие поставить. Так, ну, еще раз напомню, что вот с 24 по 2 сентября все сессии были выше положенного. Вот топовая 1,5 миллиона оборот за сессию. На самом минимуме, наверное, ЦБ вмешался. Ну, в общем, этот уровень контрольный. Ну, в принципе, до него далековато еще, но для себя выделить обязательно. Эти уровни ключевые с сентябрьского контракта. На всякий случай, пускай будет, приведятся он. Значит, плита чуть ниже 80 просто проторгована в доле поперек. Начинаем он с 27.08 и до вторника стояли на этом уровне. Здесь плита, просто плита. Поэтому контрольный уровень поддержки номер 1. Будут стараться удерживать индекс выше данного диапазона. Есть надежды, есть шансы на продолжение роста. Значит, плита, которая сформировалась еще в сентябрьском контракте в районе 84-82, также остается еще сопротивлением. Его вот два раза пытались уже осилить. Пока не получается. Возьмем даже 83. Более плотно. Это первый такой уровень контрольный. Пробьем этот диапазон, откроется дорога еще выше. В район там 87-86-88. Это ключевой уровень сопротивления, который нам надо осилить в ближайшее время. Даже вот там 83-82-884-20. Пускай будут нечеткие цифры, но зато правильные. Так, корректировка шли достаточно неплохо на рост. И в принципе, почему бы и нет. Ликвидность вышла на рабочий уровень. Уже можно спокойно работать на следующей неделе на новом контракте. И вот единственное, вот то, что 84 не пробили, плюс вот эта корректировка по отфонку, немного настораживает. Давайте посмотрим, что происходит на открытом интересе. Тоже склейка на фоне прошлого контракта. Какая активность. Итак, активность уже в рамках нормы. Вышли даже некоторые сессии в прошлом контракте были хуже по активности. Значит, первые два дня, естественно, набирали позиции. И сегодня вот немножко, буквально на совсем чуть-чуть меньше. Ну, такой момент корректируется. Повылетали в любом случае многие из позиций, поэтому это нормальное явление. Несущественное изменение открытого интереса, поэтому в рамках нормы здесь не критично. Так, эта склейка у нас получается 46 тонн на продажу по РТС. 82-300, 82-100. Здесь активненько поработали селлеры. Потом селлеры еще вот здесь вот наследили крупненько. Но обратите внимание, что 15-е число байеры, причем покупали на верхней части коридора дневного, как раз с запасом собрали селлеров. И 82-100, 82-300. Вполне могут выбрасывать покупатели. Тут тоже, видите, диапазон плотно поработали. Вот, поэтому достаточно уверенное движение в понедельник к максимуму пятницы, в принципе, будет неплохим намеком. Так, ну, тут нефть, нефть, еще раз нефть. Если будет держаться курса на север, нефтянка, тем более подходит зима, все ближе и ближе, нефтепродукты будут в спросе. Чем прохладнее зима, тем сильнее. Будем надеяться. Так, и спекулятивные уровни по RT секунду на следующую неделю. Чуть-чуть повыше линей поставим. Так, у нас два ядра, понедельник плюс вторник берем как поддержку, такой контрольный уровень. Это для спекуляции, интродэй уровни, то есть, такого класса. Поэтому ядро мы обязательно выделяем 82,800 по 82. Выделяем ядро. Вот. Ну, четверг, пятница, одни из ликвидных сессий на этой неделе. Также стоит заметить уровень 83,400. Кстати, в среду тут прям на макушке застопились и вырвали тут кому-то объемов сопротивления 82,200, 84,500. Можете даже ставить алерт, как только начнут подходить к 84, все, внимание на этот диапазон. Далее будут атаковать 82,82,800 тоже, еще под вопросом тренд на шорт. Ну, поддержка, само собой, здесь 80,80,550. Реверсивная модель опять же, возьмите на вооружение. Совсем забыл на дельте посмотреть без склейки, чисто декабрьский контракт сессии. Чистая дельта без склейки. Вот видите, с 10 числа агрессоры в основном байеры. Причем, вот, 14 числа и 16 старались максимально. Значит, самое активное 16 числа тут уже была нормальная ликвидность. и сегодня чуть-чуть селлеры взяли контроль. Ну, уже мы выделяли этот диапазон, еще раз, 79,780,5. Вот. Будут байеры поддерживать активно, вполне может сформироваться уровень поддержки и удержит индекс. Поэтому, вот, все внимание на эти диапазоны. рубль. Ну, Влад, как только буду знаком с крупными хеджерами и буду знать, когда они заходят, я обязательно об этом скажу. Вначале заходят операторы крупные, которые ежедневно присутствуют в рынке и крупные компании вместе с финансовыми структурами. Это само собой. Если бы можно было разделять объем на мелких трейдеров и крупные организации, естественно, было бы легче, так как он идет общим потоком. Так, на рубле вот такая картина, причем активность в те же самые сессии, что и на РТС. Прям бетонная плита такая сформировалась. Очень плотно проработали 67,3,0, 68,3,00, даже 68,2,00. Пока висят в диапазоне ничего полезного не произошло под фомку. Оно и хорошо. Главное, чтобы не ушли выше 69,00, 700, 700, 300. Это уже контрольная точка 71,00, 272,00. Там самая ликвидная сессия за прошлый контракт была, поэтому тут скорее всего ЦБ вмешался и здесь. задача номер один толкнуть пару за уровень 64,800, 65,500. Тут было до загрузки неделю они там даже две. Еще один такой коварный левел, который поддержали, защитили байеры в прошлом контракте, причем защищали как раз на хорошей ликвидности. Это 63,300, 64,00. тоже поддержка, поэтому тут аккуратненько. А так этого уровня уже хорошо. Тут проследим за поддержкой байеров. Будут они там присутствовать, либо пропустят. И второй этап 63,300, 64,00. Спот в это время. после 1,2,3,4,5,6,7,8 сессий потихонечку двигались 65, три сессии, причем даже фомка ничего особо не откорректировала, никаких изменений, практически. три сессии стоят на 65,00, на 66,00. Тут были уже активные байеры пару раз, защитили уровень, тоже самая крупная ликвидность пришлась на этот период, поэтому вот эти сессии и уровни с этими сессиями более приоритетными. Выделим их 67,00 практически, 69,00, 68,00. В качестве сопротивления эти две точки тоже возьмем, пускай будет 70,00, 69,00, ну и верхняя 71,00. Три сессии стоят в боковичке обороты идут неплохие, нельзя сказать, что он слабо торгует, но куда будут распределять, расширять ценовой диапазон на следующей неделе будет в принципе уже там либо пробьют 65,00 и начнем двигаться к 64,00, 63,00, что в принципе неплохо. Как раз на 63,00 опять выделим активность. Тут байеры три сессии плотно собрали всех, все, кто был с идеей на шорт, вот, поэтому такой вот блокпост у нас выстроился. Ну, в общем, будем надеяться, что понедельник, вторник будут атаковать 65,00, и вторник закроют на минимуме в районе 64.00. Так, открытый интерес, посмотрим, какая там активность на рублике. Так, набор показателей растет, ну, это нормальное явление в начале контракта, поэтому тут никакой полезной информации пока. Ну, то, что повышенный оборот и достаточно на хорошем уровне открытый интерес, уже хорошо, то есть, мог быть и ниже, но там, судя по всему, сражение идет активное. Значит, рубль по дельте вот такой вот, почему-то тут байеры очень сильно вмешались, так что понедельник-вторник, внимательно, 67,00, 267,900, селлеры были и тут, и там, мы их выделим, особенно 68,00, 468,900, вот, и видите, вечер, а конец недели толкают цену чуть ли не прямо сейчас пробьют максимальный уровень, поэтому тут вполне могут атаковать 68,00, по 68,900, так, ну и 69,400, 69,000 тоже выделим в начале контракта, даже вот так возьмем, это вот самый свежий уровень, почти уже 100,000 за байерами и вся китровочка 67,400, 67,900, вся вот за агрессорами, так, теперь берем спот 444,000, 589,000 и 726,000, все больше и больше оборот за сессию, дельта пока вот такая, поэтому номер 1 уровень, даже 65,000, 65,000, 36,000, 66,000, и 10,000, вот коридор, уйдут ниже 65,000, и 5,000, даже 65,000, и 3,000, есть шансы на движение к 64,000, и в противном случае можем встретить и на 68,000, ну тут опять же нефть, бакс, так, идем дальше, евро, самая топовая сессия в прошлом контракте вот пришлись на 24,000, 08,000, и 25,000, обязательно выделяем этот диапазон, тут крайне кому-то важно было зайти, и вот на 1,16 становили такой хороший рост, и протестировали даже сегодня, вчера там были, сегодня тестировали 14,60, 15-го пытались осилить, значит, 4 сессии стояли в районе 1,13, 1,13, 35, возьмем в качестве поддержки возможной, тут могут набрать объема байера и все-таки толкнуться, но примерно вот такой у нас будет канал, здесь поддержали, тут поддержали, даже не пустили, причем так сорванули очень сильно 1,28, 1,128, чуть ли не с гэпом открылась торговая сессия, ну, в общем, внимание на 1,13, 35, диапазон плотный, и 4 сессии там активно, точечно, прямо в этом диапазоне размещались, корректируется пятница, ничего страшного, еще понедельник, вторник впереди, если все-таки будут идти на 1,12, тут опять же две сессии, даже можно сказать три, вот, была неплохая проторговка, 4 единицы, и активно потом еще на 1, 10,25, 10,70, тут само собой защита была превосходной, значит, такие у нас расстановка сил, так, 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 на 15-минутном интервале за неделю коридор, где под фомку хорошенько размещались, да, не только размещались, 14,15, и по 1, 13,90, очень ликвидный диапазон, поэтому то, что ушли ниже него, хороший такой маневр на шорт, то есть, в принципе, если в понедельник, вторник не будут даже пытаться на 144-й вернуться, ну, поход на 15-ю, вернуться снова в массив недели, давайте его выделим ядром, могут еще потестить и 12-ю, тут все внимание на ядро недели, все 4 сессии, даже среда немножко оставила свой отпечаток паковались как раз в этом диапазоне, судя по всему, здесь как раз и был выброс по стопам байеров позиционных и рванули на 1,14, еще не все потеряно, те, кто за покупки устоят на этом уровне, вуаля, дальше уже опять пробитие вот этого активного диапазона, ну, дальше уже такие небольшие массивы это уже за сегодняшнюю сессию, вот они 14,30, 14,50 вот в этих диапазончиках, ну, то, что лежит прямо на минимуме пятницы котировка, это пока к покупкам осторожнее, то есть, пока нормально не будет видно поддержку со стороны байеров на еврике сразу не лезть, а убедиться нужно твердо. Так, Cluster Profile Фунт буквально быстро, на склейке двух контрактов, здесь классная модель, вообще люблю такие аккуратненькие сессии, чуть ли не под линейку, и потом резко что-то произошло у них там, вспомнили что-то, наверное. 53,10 возьмите на заметку, 54,05 тут активненько поработали и в июле, в начале июля и вот под конец контракта. Основной уровень прошлого контракта как раз сосредоточен возле 56, 55, 65, 56,50 даже можно захватить. Вот. Вчера туда рванули и сегодня даже расширили выше диапазон. Вот такие вот коварные по фунту. И еще бы обратить внимание на такие плотные массивы, которые две недели прямо по одной и той же цене торгуют практически в одном и том же коридоре. Это 57,00. Тоже здесь вынесли по стопам селлеров и рванули. То есть 57,40, 57,00. Возьмите на всякий случай, чипская будет. Значит, будет стоять неделя в районе 56, могут набрать еще объема и попытаться оттолкнуть выше. так как тут прилично раз, два, три сессии идет на таких хороших оборотах на рост. Так что фунт тут дает картину франк. Это для тех, кто на франке и, в принципе, для еврика тоже полезно. Динамика интересная, даже полезная. Так, 33,37 тут, само собой, массивность из трех сессий. И такой плитой возле 1,02 выстроились массивы в прошлом контракте. Вся картина по лету и сентябрьскому контракту выглядит вот таким образом. 0,18, 0,25 старались как могли, а ликвидные объемы прошли в ОНЖД. Вот в этом коридоре с 56 и по 74 Также еще обратите внимание на вот эти 4 сессии. Их сколько, 2 дня, даже 3 не могли осилить. И вот как раз под фомку все-таки пробили. Посмотрим. Если будет уровень поддерживать, 33,37, вполне франк может встать на северный тренд и дальше уже 56 и 74 мониторить детально. 3 сессии все объемные и так агрессивно объемные. Поэтому коридор для байеров вот это самое печальное. 56 по 74 тут на любом этапе может проснуться крупный сейлер и лапа медвежьей придушить рост. Ну, пробитие 1.018, 1.025 тут само собой ни о каких покупках ниже речи не может быть, пока не устанут шортиться. Значит, для байеров это последний блокпост. Уйдут ниже, сценарий на покупку я бы немножко повременил и переходил бы на сторону агрессивного сейлера. 1.049 еще такой уровень коварный. Так, и переходим на нефть. Тоже склейка контрактов. Та же самая активность. Особенно мне понравились вот эти три сессии ниже 40 баксов. 38.75 39.60 кто-то знал, наверное, такие сомнения, подозрения, что кто-то знал, что там надо заходить. Поддержка здесь как-то так волшебным образом не пускают ниже нефть. 43.75 44.15 вот, и будем надеяться, что не пустят в ближайшее время. Закупка, ну, до загрузки на покуп 41.85 42.60 второго класса уровень, но я бы его выделил, потому что тут и целая неделя стояла, и в ППХ запрыгивали, причем на хорошей ликвидности за сессию. поэтому тут можно ожидать поддержку, а вот вот этих вот я бы выделил и в ближайшее время, думаю, они нам пригодятся. Значит, 44.54 котировка за все лето, как раз вот в районе 44.00 по 46.00 и сформировался основной массив по объему, это как экватор, смогут толкнуться на выше 47.00 и 46.00 быть росту, и дальше идет уже цепочка РТС, само собой рубль будет реагировать и остальные инструменты стоят достаточно так серьезно. Вот. Но сессия сегодня рванула просто печально. Ликвидность не особо крупная, но это даже хорошо. То есть вот этот весь шорт не принимал участие. Супер ликвидный участник, поэтому может быть как обманный маневр. Поэтому пока сильно не реагируйте на это снижение. Вот эти две сессии на максимуме если в понедельник вторник остепенится и почему-то резко начнет возвращаться к этим уровням, в принципе может как раз и быть точкой где байеры разместились. Но нужно более так уверенно убедиться чтобы встать на покупку выше 50-е. В принципе сезон пришел почему бы не подорожать нефтянке тем более там уже всех все нефтяные компании жалуются на низкие цены и вспоминается мне когда-то тоже сильно дешевыми ценами на нефть было это еще при Советском Союзе точно не помню какие года тоже очень сильно ударило по экономике Советского Союза потом добавил еще Чернобыль немножко своего и начался процесс ну надеюсь до такого не дойдет 43-75-44-7 тут две сессии а вот Влад подсказывает 83-86 год соговорились ну похоже повторяется видите историю узнать нужно пока ничего нового не придумали все все те же сценарию все те же модели так толкнут выше 48 я думаю начнется динамика 51-50 и там уже будем по мере поступления информации но самые ликвидные сессии вот крупные были на минимуме и затем 28 числа вот эта точка самая ликвидная ну это понятное дело тут весь коридор прям засыпали огнем и потом еще 46 половиной и еще успели захватить 47 то есть все эти ликвидные объемы они вот тут и были размещены поэтому если из экватора выйдут это 44 47 коридор экватора могут еще повозить но вот толкнут выше 47 быть ростом ниже похоже не успокоились америкосы и будут толкать цену ниже ну главное чтобы не ниже 40 пока ликвидность вышла на она в принципе на рабочем уровне но уже не такая видите не такая повышенная как было в конце августа начале сентября в рамках нормы бренд я у нас брендик вот здесь вот начался активный период вот обратите внимание особенно последние три сессии 16 числа все все три сессии идут на таких неплохих оборотах коридор опять же тот же 48 и 452 вот и так же интересно кто эти три сессии паковал брендик на 42 90 43 8 и чудным образом не пускает ниже 47 и все вот две сессии в начале 14 числа и 15 плотненько на 47 с копейками разместились даже можно взять 47 и 6 и 47 и 5 и вот неделя почему-то стремится ужасно к этому уровню в принципе и лайтсвит отреагирует на такое снижение если закроется ниже 47 лайтсвит тоже будет реагировать и будет идти ниже недельного уровня так что движение не сильно хорошее возможно развернулся там понедельный вторник подзатарится ну в общем 52 и 48 и 4 контрольный уровень по нефтянки так золото вы смотрите прям вот как будто как будто я знал куда будет идти золото значит поддержку плотность массивную в июле сформированную так и не пробили значит 82 96 получила подтверждение поддержки плита серьезная так давайте я удалю эти все линии чтобы не мешали кто еще не знает вот такой карандаш сверху можно рисовать линии писать текст кружочки всякие настройки делать кому так удобнее анализировать это уже мы реализовали неделя стояла 148 160 в качестве сопротивления взять на заметку тут также ликвидность была за селлерами 136 142 пока пятница висит на максимуме недели но будем следить до загрузки вот две сессии грузились 117 120 вполне может быть от греха подальше крупные инвесторы закинули кэш из фондового рынка в золото и это может спровоцировать достаточно активный рост металла в принципе если нефть начнет северно тренд то вдвойне будут давить спросом главное 160 пробить что там неделю сопротивлялись селлеры в начале июля там загрузились в районе 160 168 и вот под конец августа там сражались 136 142 на следующей неделе очень внимательно 117 120 поддержка до загрузка под фонку и плита 105 110 последние две недели формировали ну и крупная плита 0.82 0.97 для золота вот такие уровни вот такая картина на сегодня все в среду открытый вебинар продолжение темы торговой стратегии А-класса и встретимся на следующей пятницу в Wall Street Online 20.0 те же ссылки не забывайте до свидания до свидания я